Приветствую всех друзей канала Фарнаксфильм. Осень плавно переходит в зиму, поэтому народ активно начал утепляться. И вот за этим окном, в свежепостроенном доме, в поселке Печугово-Море, которое находится под Новосибирском, идет монтаж топки от компании Кокамин, топка Альфа 700Р. Монтаж не самый простой, поэтому давайте понаблюдаем за ходом работ и посмотрим, как справятся со своей задачей специалисты монтажной организации. Пойдемте смотреть. Имеем каркасный двухэтажный дом, в котором по проекту не планировалась установка камина. Достаточно теплый, но все же мы живем в Сибири, и резервный мощный источник тепла явно не помешает. Дом однозначно становится уютнее, когда проводишь в нем время при отблесках пламени в камине. Именно поэтому хозяин дома и решился на установку камина. В доме уже почти закончена отделка и живет семья. Чтобы не дымить, первую протопку делаем на улице. Место для камина определили вглубь, поэтому и выбор пал на модель с угловым остеклением и правым открытием дверцы Альфа 700Р. По желанию хозяина высота короба камина будет вровень с окнами. Так как место для установки ограничено, то пытаемся по максимуму задвинуть его вглубь. Для этого демонтируем имитацию бруса и получаем дополнительно несколько сантиметров для маневров. Убираем пароизоляцию, временно демонтируем наличники окон и готовим площадку для подставки, на которую будет устанавливаться топка. Дымоход будет идти по внешней стороне дома. Размечаем на стене контуры проема для проходного узла. Делаем сквозное отверстие для того, чтобы по нему ориентироваться для разметки проема уже с внешней стороны дома. Сабельной пилой делаем пропилу в ОСБ плите и в утеплителе. Слой утеплителя прочно приклеен к стенке сэндвич панели, поэтому приходится работать выдергой. Ту же процедуру повторяем и для внешней стены. Сначала удаляем часть сайдинга, затем также делаем пропил сэндвичем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вообще наши монтажники отметили то, что дом построен из очень качественных сэндвич панелей. Для сибирских морозов самое то. Смотри, как попали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Под топкой после установки подставки будет сделана ниша для дров. Задняя стенка изготовлена из листа ГВЛ, закрепленного на металлическом профиле. Боковина фиксируется аналогично. А вот стену непосредственно за топкой необходимо защитить по максимуму. Защищать ее от мощного жара будут два слоя суперизола. Пока топка не установлена, есть возможность проделать отверстие в боковой стене для установки приточной вентиляции. В это отверстие позже будет вмонтирована задвижка. Крепим к тыльной стене первый лист суперизола. Погода портится, в доме становится прохладно, поэтому проем нужно успеть закрыть до наступления ночи. Второй лист суперизола крепится к первому короткими саморезами, для того, чтобы избежать образования теплового мостика. Места примыкания листов суперизола предварительно пропитываются грунтовкой и покрываются термостойкой, клеящей мастикой. Она выдерживает температуру до 1000 градусов. Углы короба из суперизола также промазываются мастикой. Безопасности много не бывает. Стены дома должны быть надежно защищены от жара мощной топки Альфа-700, ведь ее мощность 12 кВт. Вновь короткими саморезами к первому листу крепится второй лист суперизола. Примеряем лист суперизола, через который будет проходить сэндвич труба. Отмечаем центр оси дымохода и, используя трубу в качестве шаблона, размечаем контуры отверстия. Суперизол – легкий пористый материал. Его очень просто пилить пилой или электролобзиком. Завершаем установку внутренних стенок короба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова На заказ из металла была изготовлена подставка для топки. Ее устанавливаем на ранее закрепленные к полу полоски из фламы. Наступает самый ответственный этап – установка топки. Ее масса около 110 кг. Топка должна быть установлена строго по уровню. Выравнивание происходит с помощью четырех регулируемых ножек. Топка установлена, все готово к монтажу дымохода. Патрубок топки промазывается жаростойким герметиком. Далее внутрь него устанавливается переходник 180 на 200. Таким образом дымоход собирается по конденсату. Дело близится к ночи, так что нужно успеть закрыть проходной узел. Из минеральной ваты Rockwool вырезаются полоски, которые поочередно выкладываются по периметру проема. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Далее из пластин суперизола выкладывается непосредственно короб проходного узла. Через отвод в 90 градусов на улицу вывели первую трубу сэндвич. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, друзья, сначала ролика прошло несколько минут, но у нас прошло чуть больше 12 часов и картина с погодой радикально изменилось. Ровно сутки назад, еще осенью, мы начали свой монтаж, а сейчас наступила зима, так что хозяину действительно удалось вскочить в последний вагон уходящего поезда и подготовиться к новому отопительному сезону. Вчера удалось смонтировать проходной узел и для того, чтобы дом за ночь не выморозить, отверстие закрыли сэндвичем и сэндвич сам тоже прикрыли остатками минеральной ваты. Дымоход будет смонтирован по внешней стороне здания. Монтаж упрощается тем, что крыша у дома плоская, можно выйти на нее и последние элементы дымохода смонтировать там. Двери и окна дома закрываются практически герметично, поэтому для корректной работы каминной топки требуется приток свежего воздуха. Вчера в стене дома было проделано отверстие, в которое сегодня устанавливается шибер задвижка, для того, чтобы в то время, пока камин не используется, дом не выстужался. Подгоняем длину патрубка, отпиливая лишнее и натягиваем на него и на отвод 90 градусов гофру. Гофра самая обычная, такая же используется в системах вентиляции. Далее гофра фиксируется алюминиевым скотчем. Шибер саморезами закрепляется к стене, гофра подключается к патрубку каминной топки, находящемуся с тыльной стороны. Снаружи отверстие впоследствии закроется декоративной решеткой. Но вернемся к дымоходу. Короб проходного узла заполняется базальтовой ватой. Остальные элементы дымохода ждут своей очереди. Все наружные элементы по заказу окрашены порошковой краской, в тон с краской которой был покрашен дом. Это было пожелание заказчика. Проходной узел закрывается декоративной накладкой. Позже блестящие саморезы также подкрасят. Все места соединений внутренних труб промазываются жаростойким герметиком. На сэндвич надевается фланец, который закрывает щель между трубой и декоративной накладкой. Все, дымоход вывели. В доме параллельно идут работы по зашивке каминной топки в короб. С помощью металлического профиля и листов ГВЛ под топкой будет сформирована ниша для просушки дров. Для открытия шибера, подающего воздух, необходимый для горения дров, предусмотрели удобную длинную ручку. Работа по произведению дымохода в приоритете, так как погода портится и на улице стремительно темнеет. На выход сэндвич трубы надевается сэндвич-тройник с метровым сэндвичем, поверх которого установлена монтажная площадка для остальных модулей дымохода. Монтажная площадка крепится к стене с помощью стеновой опоры. Все места соединения труб для надежности фиксируются саморезами и закрываются хомутами. Нижний выход тройника закрывается заглушкой, которую при чистке дымохода можно будет убрать. Ну а дальше уже все относительно просто. Устанавливается пара сэндвичей, каждый из них фиксируется в вертикальном положении телескопической опорой. На верхний сэндвич надевается отголовок с дефлектором. На сегодня монтаж дымохода можно считать завершенным. А в доме продолжается постройка короба. Вокруг топки возводится самонесущий каркас из суперизола. Поначалу идея обойтись без каркаса мне не очень понравилась, но забегая вперед скажу, что все мои сомнения развеялись, конструкция получилась очень прочной. Листы суперизола вырезаются в размер и скрепляются саморезами. Также не забываем про термостойкую мастику. Начинают вырисовываться очертания камина. В верхней части короба предусмотрели проемы для установки вентиляционных решеток, через которые в комнату будет выходить нагретый воздух. Ну вот и долгожданный момент. Тестовая протопка камина. Ответственный за монтаж Антон, который уже знаком с зрителем канала Форнацфильм, проводит краткий инструктаж по безопасному пользованию камином. Это просто Ли-Дон, который я беру предусмотрен. Пойду к нам. Дисканьте, привет! Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова На второй этап Редактор субтитров А.Кулакова Камин удачно вписался в угол комнаты, несмотря на то, что изначально его установка не предполагалась. Даже то, что короб камина немного заходит на окно, не бросается в глаза. Уверен, что после финишной отделки поверхности короба это вовсе станет незаметным. Главное, что теперь в доме есть полноценный камин, построенный на базе топки Альфа 700 от компании Кокамин. И он уже сейчас дарит своим хозяевам уют и тепло. Первый этап монтажа топки Альфа 700 от компании Кокамин закончен. Была установлена топка, смонтирован дымоход, вокруг топки был построен самонесущий каркас из суперизола, осталось только облицевать короб, но это совершенно другая история, о которой мы обязательно вам расскажем позже, когда эти работы будут проведены. Топки серии Альфа одни из самых доступных по цене из большого семейства топок от компании Кокамин. На нашем канале вы можете найти ролик о том, как правильно подобрать топку от компании Кокамин. Ну и естественно не забывайте заходить в магазины Форнакс, на сайт форнакс.ру, там вам помогут определиться с выбором. До новых встреч друзья, счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok